вот этот чеснок не подлежит хранению мы его выбраковываем а вот эти как раз хорошие чесноки будем их закладывать на хранение да приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня мы продолжаем тему хранение чеснока и эта тема неспроста потому что именно наше видео храним чеснок до мая собрала очень много комментариев и мнений и это мнение как позитивные так и где-то 15 процентов около 15 процентов плохие результаты люди получают что же нужно для того чтобы получить замечательный результат чтобы сохранить вот этот замечательный продукт этот корнеплод для того чтобы чеснок хорошо хранился нужно выполнить ряд правил которые вот нужно соблюдать еще с момента посадки я неспроста даю в течение года самые лучшие благоприятные дни для того чтобы посадить чеснок для того чтобы обрабатывать затем чтобы собирать урожай и перерабатывать вот такие календари постоянно на нашем канале есть поэтому если уж хочется чтобы чеснок хорошо сохранился действительно до мая следующего года то нужно выполнить ряд правил начнем я вот их скомпоновала эти правила для того чтобы уже ну вот все все получалось идеально и действительно чеснок сохранился первое правило это посадка будь то это на зиму а зимы чеснок или же это яровой весной это должны быть дни при убывающей луне дни корня телец и козерог вот эти два знака кроме девы а также покровительствует чесноку овен и лев стрелец исключаем потому что при нажатии при каком-то механическом воздействии вот на этот чеснок получается вот заболевает и портится очень быстро чеснок поэтому вот самые лучшие периоды это телец козерог овен и лев ну и затем само выращивание очень важно сам технологический процесс вот есть вот нас видео на канале youtube очень много интересных видео о том как вырастить на продажу и там вот рекомендуется обязательно выращивать крупный чеснок с помощью азотных удобрений я это не использую потому что пробовала это чеснок не хранится поэтому выращиваем без переизбытка азотных удобрений все должно быть в меру еще в самом начале это можно сделать а затем используем удобрения которые не имеют азота затем обрабатываем чеснок в течение вегетации от болезней если же болезнь остается она на листиках проявляется затем она как раз направляется к зубкам и если такой чеснок собрать больной высушить он тоже будет плохо храниться правило номер три сбор чеснока это очень важно когда мы его соберем соберем ли в рыбах или в раке скорпионе или же в знаках которые будут давать возможность сохранить чеснок вот если в рыбах допустим собрали убывающая или растущая луна чеснок хранится долго не будет он будет гнить очень большое количество воды поэтому собираем при убывающей луне в знаках корня и огня телец козерог овен и лев вот эти знаки как раз я учитываю когда готовлю календари луны следующее правило для сбора чеснока должна быть сухая погода в дождь не собираем ну и связи с этим это как раз следующее требование перед сбором где-то за 10 дней ну минимум за 7 дней не поливаем чеснок нельзя его поливать и с чеснок должен быть созревший если же собрали зеленый чеснок то тоже рассчитывать на хранение не приходится вот эти условия сбора чеснока очень важные и если собрали больной чеснок в дожде или после полива то тоже закладывать такой честный чеснок на хранение нет смысла это бесполезно он все равно испортится вот это нужно учесть обязательно это было правило номер три затем лечебный период это правило номер четыре у меня этот лечебный период находится чеснок вы выкопанный вилами аккуратно без всяких механических повреждений оставленные вот в темном сухом прохладном помещении там у меня сквозняк доступ свежего воздуха и где-то два-три месяца он там находится конечно пересматриваю и пересмотр делают только в дни корня в сухие дни или же в дни огня ни в коем случае нельзя чеснок перебирать пересматривать дотрагиваться в дни воды стихии воды это тоже как раз нарушает программу хранения чеснока мелочи нету мы должны это понять я не знаю каким образом наши предки это ощущали я знаю что у них были очень развитые чувства интуиции они знали и понимали когда нужно и чувствовали когда нужно этими работами заниматься поэтому в них все прекрасно получалось у нас же эти знания пока были убраны сейчас вот это мы все восстанавливаем по крупицам поэтому вот этот чеснок который я сегодня 13 в дни стихи в день стихии воды взяла я буду использовать этот чеснок именно для того чтобы вот сейчас в ближайшие дни ближайшую неделю он не будет идти на закладку ни в коем случае если же вдруг кто-то собрал во влажные дни тогда нужно программу выровнять изменить эту программу нужно будет еще раз этот чеснок переложить перебрать в дни корня в телец козерог в крайнем случае если это было как раз влажный период то можно использовать еще овен и лев дни именно луны в этих знаках а затем уже закладывать при последующих требованиях время закладки это следующее правило это убывающая луна убывающая луна как раз дает возможность засыпанию спокойному нахождению чеснока если растущая луна то чеснок получает задачу и программу расти растущая луна значит расти убывающая луна значит это время покоя и так закладываем чеснок при убывающей луне в знаках телец и козерог пробовала закладывать в знаках овен или лев получается усыхание это огненные как раз периоды стихия огня поэтому высыхает очень быстро вышептывается вот этот момент нужно обязательно учесть самый лучший убывающий луна телец и козерог причем не надо спешить это делать в жаркое время допустим на юге сейчас температура днем 28 29 30 градусов если вот даже при убывающей луне в этих знаках будет высокая температура закладывать чеснок на хранение нельзя самый лучший результат вот для себя я уже выбрала это вторая половина ноября декабрь и затем он очень хорошо хранится причем разными способами следующее правило это правило 6 в которой включается именно температура помещение и влажность вот это очень важно также учесть потому что если его заложили в банку тоже или еще любой способ заложили как раз при высокой температуре и хранится он тоже при высокой температуре на солнце где-то в банке на окне или еще где-то в таком месте где есть перепады температур то чеснок не будет храниться поэтому вот самый лучший результат от плюс 2 до плюс 5 градусов ту же соль я закладывала на хранение где-то числа в числах середины декабря но коробочку не закрывала крышкой замечательно как раз холодном помещении там опускалась температура даже где-то между нолем нулем и плюс одним градусом чеснок замечательно хранится самое главное закладывать уже при этих температурах когда уже холодно и хранить в темном прохладном помещении и влажность воздуха не должна превышать 70 80 процентов ну а для ярового чеснока эта цифра это меньше где-то чуть более 50 процентов влажность воздуха должна быть и не превышать 70 процентов вот такие правила хранения и они как раз вытекают из всех тех требований которые я вот выдаю по лунным календарям вот смотрите я в сентябре месяце такой календарь будет кстати в октябре и в ноябре и в декабре вот этот календарь тоже подсказка когда лучше всего хранить закладывать на хранение как раз вот все виды заготовок это кассирок это телец это те моменты когда лучше всего закладывать на хранение если же вы вдруг решили переработкой заняться допустим измельчить и хранить в холодильнике снова же выбираем вот эти моменты когда можно использовать если же допустим в рыбах это сделать чеснок слизни такой слизкий становится запах у него совсем другой поэтому вот эти периоды как раз лучше всего использовать для того чтобы перерабатывать чеснок есть разные способы сегодня очень много но не получается у тех кто не выполняет вот эти правила хранения чеснока которые начинаются с момента посадки но еще учитывайте обязательно сорта которые вы будете высаживать потому что есть сорта сейчас разные изучайте прежде чем посадить чеснок что он вам даст и для чего вы его выращиваете вот это все моменты очень важные от момента посадки и до момента уже закладки на хранение чеснока что же тема очень обширная интересная надеюсь что я ответила на ваши вопросы разобрали ваши как раз проблемы почему так происходит у вас по теме чеснока хранение чеснока поэтому пока оставим точку на этой теме прощаемся с вами до следующего видео ну а мы раиса горяченко и александр ролик желаем вам удачи мира добра и прекрасного хранения вот этого замечательного продукта который очень нужен нам будет зимой весной и осенью и во все времена всего вам доброго